окей друзья вы находитесь в таком помещении можно сказать даже распутье назад путь у вас практически нет в этом помещении мы появились с нашими друзьями как дети так что что будет дверью я не знаю одно из знамен органа возможно его порвали эти существа странно я думаю что это часть тряпки может пригодиться и кладу ее себе в инвентарь уже сталкивались тем что нам надо там небольшой клочок не можешь взять я не заставляю не брать сейчас группа наблюдает как две девушки дерутся за клочок бумаги не хватает грязи и ринга ткани ткани это распутье по сути своей просто она вот такое эллипсовидное можно забрать может забрать вот это вот сели рюм и хорошо ты забрала порванное знамя гибрид из метуми сделать себе плащ из сивилируем и нормально я на тряпочке мою ребята мы находимся под под тем кругом может быть в котором мы когда мы заходили над вами просто каменный потолок ну такой мы еще не вырыты кер подошел к стене рядом с которой лежит мертвый и простукал ее на наличие потайных ты не наблюдаешь ничего здесь кроме грубых камней вытесанных наход тут стоял можно попробовать сыграть тоже звуком проверить по-любому это музыкальная шкатулка наверно моя музыка для людей и только идем дальше идем дальше когда в принципе же все что можно посмотреть что написано на табличке где вот куда мы идем когда вы подходите видите здесь табличку на которой написано путь опасен а можно флаг рассмотреть чего это за флаг тут такой я таких и не видала тканевый флаг зеленого цвета с вырезанной капелькой по центру отдаленно немножко напоминает фожский флаг но тот желтого цвета и там не капелька а прямого прямоугольник вырезанный флаг напоминает меня родине хочешь его забрать нет пущен так и будет гнить здесь да возьми себе я возьму себе может быть я если вдруг буду своем городе я поспрашиваю что они узнают что это за организация закатывает глаза достает из кармана щетку для бороды и начинает расчесывать выбор давайте я быстренько возьму и пойдем те кто что-то взял записывать себе в инвентарь не забывайте и вы продвигайтесь дальше да не подожди кир предлагает артуру помощь с бородой спасибо и справлюсь вы постепенно проходите в проход он достаточно темный но вас выводит вот в это помещение перед вами огромные дырят дырень просто невероятно огромное и вглубь неизвестно сколько с правой стороны под потолком идет металлическая труба а по центру два поручня и посередине хлипкая достаточно поверхность виде мостика на той стороне вы видите дверь и один из зомби лежащие на каком-то пьедестале не подающий признаков жизни кир достает камень который до этого убрал сумку и кидает его на этот мост чтобы проверить не развалится ли он от первого на мост понял ты бросаешь камень камень пролетел сквозь поверхность которая казалось можно наступать он пролетел а вы говорили ничего не делаю погоди на аутисты словатого привкус нет бросай лютню а можете что-нибудь кинуть в зомби еще я пробую в него выстрелить ловкость 10 ловкость 10 ты в него попал и после этого он пошатнулся и сдвинулся вы видите что-то красное под ним эта кнопка надо на ее нажать отбрасывает воздух монетку появляется ворон и я показываю ему пальцем на кнопку и он летит нажимать на кнопку он подлетает кнопки под связываться с тобой телепатически и ты понимаешь что кнопка уже нажата так как зомби на ней лежит таком же не сдвинулся с кнопки он не он не сдвинулся с кнопки он сдвинулся с пьедестала чуть-чуть но на кнопке все еще а то я стреляю отзываю ворона обратно он собой не может его там сдвинуть слегка маленький ты попадаешь по зомби и блэд и зомби падает после чего самый полезный человек команде происходит следующее перед вами устраивается мостик технологии кир берет малку и кидает на мост она падает на мост и лежит на мосту кир подбирает палку но а палка вот здесь ну кир подошел подобрал палку хорошо ты спокойно подошел подобрал палку предлагаю одному туда переходить все таки кир первый пуска идет я пошел всем пока я киров начал переходить мост хорошо ты беспрепятственно нашел до конца моста киров морял зомби у него есть что-то он старый зомби но ему по одеянию лет десять максимум от силы он на старение не 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 там старая все кого мы видели нету наоборот самый молодой а скажем так на него при себе ничего не да нет я перешел может идти он не шатался все хорошо мост на полной палкой мост или кир зомби упал типа нет да он упал ну я визуально здесь еще но он упал переходим я последний все беспрепятственно перешли перед вами металлическая дверь заходим если можно да вы проходите в дверь и кир скинул забил а ну все вы проходите в дверь и перед вами коридор темноватый идете дальше геронима йола кир побежал вперед окей кир побежал вперед добежал ой не все это кир добежал до сюда что же произошло с киром все зомби обратились на тебя внимание из-за того что ты пробежку сделал и начинается бой первый ходит кир порванная струна ближний бой плюс 1 урона это от харизмы ловкость а ловкость у меня восемь восемь не попал артур я подхожу чуть поближе к киру и юзу огненную дробь на вот ту троицу баррикад ловкость 7 почему-то не выделялся вот эту троицу 7 про ним пошло огромное количество урона и баррикады деревянные загорелись за ними вот следующий и blood я выбираю так а три стрелы это только в одного можно запустить до внутри стрелы в ближнего у тебя на пути двое а то есть по траекторию не мешает но они в теории мешают если ты выбьешь меньше пяти то тогда ты попадешь либо в артура либо вот киара если меньше пяти до все нормально будет отстреляет нормально что же что же нашел и живет киар возможно флаг у кого-то украл ok стреляешь три стрелы первая попала вторая не попала но попала в кого-то из ребят и третья попала и ты там говорил что стрела если больше 15 до вот то есть у тебя еще два раза еще раз в союзников и попала то есть три стрелы попала в того чувака в зомби и две стрелы в них сила 14 14 запишите пожалуйста все по 14 урона и блэд киар и арту можно было уже просто подойти поближе и и я ладно не урону а вот это зомби мертв дальше рвестина там у нас еще трое живых да я правильно понимаю да не делать не чем мне нужно подходить ближе к ним троим стоящим и использовать и не подбегая близко но чё делать который подальше чуть-чуть вот к нему лучше да лучше к нему я у меня подброшенный кинжал так и это кубик d6 1 до 3 наносит урон противнику ближайшему так до 6 до 6 до 6 4 зато 25 процентов а мне не надо я думаю ну ты восстановила ненужное тебе хп дальше дальше ходит вкус отлично я готовлюсь к оставать гмо на 2 зомби я надеюсь не заденет вот этих да да только на дух так поскольку они против меня не является моим врагом верно они теряют 1 4 ловкости верно да сколько ловкость моя ловкость 9 попала носила ну по интеллекту у меня 14 сила заклинания 14 этих ты добила они мертвы дальше вот этот ходит и бьет ирвестин но тому получается у него режется ловкость то что они это наш нефтель она это на гибрид 4 ударил на 5 урона нет не ударил вообще не ударил не ударил на удар он промазал он промазал по тебе дальше ходит артур использую водяной хлыст на него дура моля ловкость 7 это точно артур мастерство ну и ты его добил от твоего удара даже брызгами забрызгала огненные баррикады но от этого они еще сильнее разлетелось и у вас путь освободился дальше я называю это сквирт я не читала такую литературу это чем это это магия сквирта не парьтесь вы что они когда не слушали магии сквирта я была в своем городке у нас как-то не было такой литературы артур только что показал у него спросили то есть я запомню хорошо его это он может что-то назвать опытный я тактично промолчу вы проходите дальше и наблюдаете дверь перед собой ну не на ключ вы не пробовали закрыта ли она но дверь перед вами визуально закрыта я хочу подойти и тёркать подплакать пихать и ты видишь и чувствуешь что она поддается тому чтобы ее открыть просто рукой стоять ты открываешь ты по сути находишься вот тут перед тобой трое инсектоидов этих я забыл белый цвет слово забыл альбинос альбинос вода слово забыл альбинос и ар-импостер стопудово то есть это именемы да такие гельбинос бомж там стоит вот они обращают внимание на тебя и так и чуть ли не в один голос говорят нельзя сюда брошь начинается бой начинается только с тобой бой потому что ты в поле зрения у них остальные заходят сейчас секунду ходит эрвестина твою мать не при делах хорошо бой закончился а кстати если ты не при делах может ты можешь так разведать что-нибудь тут допустим вот тут если ты не будешь поле их зрения а это я сейчас объясню допустим первый смотрит я даже нарисую а кто не на нее смотрят нет они внезапно потеряли рассмотрит вот этот вот так но у меня получается есть определенная возможность если я например пойду правый угол ну окей правую слева верно смысл проще их выпилить и зачистить потом но я могу хотя бы осмотреть и передать вам как-то инфу и начнется бой или не смотреть давай у тебя минута на действие минуты на раздумья мы также наших трое а нас получается 6 мы слышали крик на спальне стих тоидов да естественно да конечно мы слышали два крика 33 на кого они накричали получили на эрвестину но они как бы не видят но сейчас они не обращают на него внимание минуту осталось примерно секунд 30 заходите